Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Попков Василий Андреевич, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией разработки инвазивных нейроинтерфейсов в Институте искусственного интеллекта МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник отдела функциональной биохимии биополимеров Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ. Окончил с отличием факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ в 2014 году. Кандидатскую диссертацию защитил в 2019-м. Исследования Василия Попкова в основном сфокусированы на разработке биоэлектрических устройств для взаимодействия мозга и компьютера. Его лаборатория решает широкий спектр задач от создания, прототипирования и производства инвазивных нейроимплантов до исследования их отторжения организмом и разработки математических алгоритмов для кодирования и декодирования сигналов нервной системы. Результаты исследовательской работы Василия Попкова по данным Скопус на мае 2024 года вошли в 53 научные статьи, которые были процитированы свыше 2000 раз. Индекс Хирша, согласно этой базе, равен 19. Под руководством Василия Андреевича дипломные работы в МГУ защитили три специалиста. Василий Попков удостоен благодарности председателя Совета Федерации за вклад в развитие отечественной науки и премии правительства Москвы молодым ученым. В 2021 году он стал победителем конкурса управленцев лидерой России по треку «Наука». Василий Попков, студия «Медицина в контексте». Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. На экране мы видим слово «нейроинтерфейс», и это слово нашим зрителям уже знакомо, потому что вот ровно на вашем месте ранее, в этой же программе сидели Александр Коплан, Михаил Лебедев, Сергей Шишкин, Алексей Ассачий, еще, возможно, кто-то. И они рассказывали о медицинском применении нейроинтерфейсов, этих систем, которые относятся к вспомогательным нейротехнологиям. Вы же обещали представить нам другой аспект этого явления, незаслуженно обойденный вниманием, как я считаю. И о нейроинтерфейсах вы, конечно, нам напомните, кто это такое. Ну, а дальше мы пойдем по вашей программе. Пожалуйста, приступайте. Да, спасибо большое. Соответственно, после озвученных коллег мне даже как-то неловко рассказывать про нейроинтерфейсы, но, очевидно, я все-таки сделаю какое-то введение. У каждого своя программа. Потом мы, соответственно, обсудим немножко, на мой взгляд, какие-то интересные этические гуманитарные вопросы. При этом очевидно, что я как биолог и все-таки разработчик нейроинтерфейсов все равно не являюсь философом, этиком. И это будет мой личный взгляд, а не попытка сказать, как надо, как должно быть. Хорошо, соответственно, давайте начнем с каких-то базовых вещей. Просто для понимания масштаба вопросов. Если мы говорим о головном мозге, ну, вообще наша нервная система у нас есть. Головной мозг, спиной мозг, периферические нервы. Вот в головном мозге у нас 10 в 11 степени нейронов. То есть это 10 с 11 ноликами штук нейронов, у которых есть 10 в 14 синапсах. И еще в головном мозге у нас примерно столько же вспомогательных клеток нервной системы, которые также обеспечивают функционирование мозга и в том числе влияют на процесс мышления. Я это говорю просто для понимания масштаба. О том, насколько у нас много в головном мозге единичных акторов вычисления, просто чтобы для понимания, насколько это сложно. На данной картинке просто пример того, как это выглядит. Здесь у нас картинка, которая изображает, вот у нас есть нейрон, и как вокруг него плотно расположены вспомогательные клетки. То есть это люди, которые не видели вживую срезов мозга или клеток в культуре, они думают, что вот есть нейрон, у него есть отросточки. На самом деле это довольно сильно перемешанная... Поддерживающие всякие структуры. Да, во-первых, поддерживающая структура, а во-вторых, это очень плотно упакованные, тесно переплетенные вещи. Вот здесь есть микрофотография того, как выглядит нейрон и с синапсами, но, наверное, чуточку важнее... Ой, здесь немножечко съехало. Картинка, которая показывает о том, насколько плотно у нас упакованы клетки в мозге. При этом здесь покрашены, на самом деле, всего два типа клеток, и вы уже видите, что вот эта вот мешанина отростков, она сильно пересекается. Для понимания, что у нас на кубический миллиметр коры находятся где-то там 50 тысяч нейронов, у которых есть там 300 миллионов синапсов. То есть один кубический миллиметр. То есть кубик размером миллиметр на миллиметр на миллиметр. И вот так много клеток. Соответственно, когда мы говорим о нейроинтерфейсах, это так или иначе технология, которая сначала базируется на том, что мы должны как-то зарегистрировать активность нервной ткани. И есть два крупных блока технологий, которыми это можно делать. Это или неинвазивные технологии, то есть что-то, что не нарушает целостность организма. Самый прямой пример это там ЭЭГ, или, например, ФМРТ, которые позволяют что-то понять про активность мозга, не нарушая организм. Второй блок технологий — это инвазивные технологии, которые так или иначе вклиниваются в организм, например, там надо провести операцию на мозге. Закономерный вопрос, зачем нам нужны инвазивные технологии, когда есть неинвазивные. Вот в нейробиологии, чуть ли не, наверное, на каждой конференции приводят этот пример, я его тоже приведу, потому что он очень показательный и красивый. То есть можно сравнить так, что у нас есть технология, которая позволяет прям коснуться отдельной клеточки нейрона и считывать ее активность, например, патч-клям. И это аналог того, что вы проводите интервью с человеком один на один, вот как мы с вами, вы как бы вешаете там на человека микроскоп, слушаете, что он говорит, у вас есть запись, вы ее можете проанализировать. Когда у вас по-прежнему инвазивный метод, но вы не касаетесь конкретного нейрона, а просто помещаете, например, электрод в мозг, но нечетко конкретный нейрон коснулись, это аналог того, что у вас есть комната, где много людей разговаривает, там посередине комнаты есть микроскоп, микроскоп и микрофон, да, простите. И вы потом, там, постфактум, пытаетесь услышать, что говорили отдельные люди, как-то вычлените это. Кто-то тебя интересует, да, что он сказал. Да. И АЭГ, например, АЭГ и многие неинвазивные методы, аналог здесь такой, что вы этот микрофон вынесли наружу футбольного поля и пытаетесь понять, что там происходит. На самом деле, вы довольно много, что понять можете. То есть вы можете, скорее всего, паревую трибуну слышать, когда был гол. Если вы до этого исследовали этот объект и знаете, на какой трибуне сидят болельщики какой команды, вы, возможно, даже сможете понять, какая команда забила. То есть вы там сможете понять, на какой минуте матча был гол, какой был счет. В принципе, это возможно. И вот АЭГ это очень похожий метод, вот эта аналогия довольно неплоха, потому что АЭГ регистрирует активность суммарную, синхронную, там, десятков тысяч нейронов. Здесь фотография как раз озвученного мой метода патч-клямпа, когда мы касаемся отдельного нейрона стеклянным как бы электроном. Электродом. Ну, как бы это стеклянная трубочка, которая позволяет коснуться мембраны. И ключевое, зачем я это привожу, просто для понимания масштаба, что вот у нас есть нейрон, одна клетка, при том это не в мозге, а в плашке. И размер вот этого точного ювелирного метода по сравнению с нейроном. Как вы видите, ну, масштабы, они такие. Соответственно, инвазивные методы нам нужны, когда мы хотим как-то более интимно, более прецизионно послушать, что говорит мозг, или простимулировать мозг. То есть, когда нас интересует активность отдельных нейронов, а не суммарных десятков тысяч. И еще один пример того, почему нам нужны инвазивные методы. Мне просто понравилось это очень наглядно в данной статье было показано. Здесь сравнивали два инвазивных метода. Я подчеркиваю, здесь даже близко нету ЭЭГ. В этой статье сделали электрод, который состоял вот из патча, которым можно коснуться нейрона непосредственно. И рядом, вот буквально на расстоянии нескольких микрометрах, электрод, который считывает активность уже не касаясь, а вот электрическое поле вокруг нейрона. И можно видеть, что вот у нас метод активности единичного нейрона, которого касается электрод, а вот этот же нейрон, которого мы некоем, кстати. Как вы видите, насколько сразу становится более шумным сигнал. То есть инвазивность, она нужна именно для этого, для того, чтобы можно было четко снимать сигнал, убирать шумы, улучшать разрешение. На этой красивой картинке показано в целом, как выглядят инвазивные электроды, которые используют, в том числе, в медицинских целях. То есть у нас, на самом деле, концептуально, наверное, здесь не хватает только сосудистого электрода. То есть у нас есть возможность положить что-то на поверхность мозга. Этот метод довольно похож на ЕГЭ, но мы убираем там кости, скальп, волосы, то есть мы все равно приближаемся к мозгу и улучшаем разрешение. Но это самая такой неинвазивная из вариантов, потому что мы не вклиниваемся в ткань мозга. То есть мы все равно делаем там операцию, снимаем череп, что-то засовываем в организм, но мы хотя бы не вклиниваемся в нервную ткань. Два других подхода, это так или иначе, мы уже что-то втыкаем в мозг, вот как здесь, это похоже на как раз классические электроды ЮТАРЭ, которые все используют. Это или в поверхностной структуре в клинивом силе, если нам надо куда-то глубоко, можно прям глубоко забуриться. Но очевидно, по пути мы уже повреждаем ткань мозга и это становится довольно опасным. Какая щетка электродная как бы, да? Да, например так. Соответственно, вот мы озвучили примерно какие есть способы что-то считать с мозга. На самом деле, со стимуляцией ситуация обстоит примерно так же. То есть для того, чтобы что-то простимулировать, нам также надо или мы стимулируем сразу огромные участки мозга, или мы подводим прям точечно и пытаемся точно стимулировать. Теперь давайте к нейротехнологиям. Соответственно, есть как бы фундаментальная наука, есть технологии. Фундаментальная наука, понятно, занимается исследованием того, как что-то устроено. Технологии все-таки обычно имеют какие-то практические цели. Нейротехнологии, особенно если мы говорим про инвазивные нейротехнологии, они, очевидно, все крутятся вокруг медицины, потому что других поводов сейчас сделать операцию на мозге человеку, кроме как с медицинскими целями, очевидно, нет. Соответственно, есть, наверное, четыре крупных блока применения нейротехнологий. Это или диагностика, когда мы, например, пытаемся диагностировать, найти очаг эпилепсии в мозге, то есть мы там используем вот эти методы для того, чтобы что-то понять патологическое там про мозг и понять, что с этим делать. Второй вариант это различные модуляции. Например, у человека хроническая боль, мы пытаемся ее отменить. У человека, больного Паркинсоном, тремор, мы пытаемся выключить у него тремор. Вот какие-то такие вещи. Третье, это различные протезирования, то есть очевидно, это протезирование конечностей и протезирование органов осязания, слух, зрение, какие-то такие вещи. И, наконец, отдельно идет нейрореабилитация. Это когда у человека, например, после инсульта не функционирует, допустим, конечность, и можно попытаться комплексом воздействия помочь ему восстановить контроль над конечностью. Стимулировать саму руку, стимулировать спинной мозг, стимулировать головной мозг и пытаться как-то это человеку помочь восстановиться. Здесь, на этом слайде, как раз давайте, я на нем остановлюсь, потому что здесь есть циферки, озвучивать их я не хочу, но их можно почитать. Это циферки о том, какая, в принципе, потребность может быть в нейротехнологиях и какие, примерно, заболевания ими лечат и сколько людей в мире. То есть, на самом деле, в нейротехнологиях, в принципе, потребность большая и растет, потому что нейротехнологии предсказуемо лечат многие неврологические патологии, а со старением популяции у нас количество различных нейродегенеративных и неврологических вещей увеличивается. То есть, можно оценивать, что там через 10-20 лет до 5, а если добавлять более 10% популяции, потенциально могут быть потребителями различных нейротехнологий. Соответственно, подходим, собственно, к инвазивным нейроинтерфейсам. Это, как бы, такой подраздел нейротехнологий. У них есть ряд текущих применений. Многие условно текущие, то есть, часть из этого прям уже активно применяется в клинике. Например, там, убрать тремор при Паркинсоне или искать очаг эпилепсии, это вполне себе уже рабочая история, которые могут вам делать в клинике. Часть из этих историй, она близка к переходу в такую классическую практику, но еще до конца не дошла, то есть, она вот на последних стадиях перехода. Первое, ну и то, что вы видите на этой картинке, это у нас есть возможность управлять внешними устройствами, например, протезом конечностей. То есть, вот здесь мы видим на вот этой фотографии человека, у которого, можно видеть, у него из головы торчат два разъема, то есть, у него в мозг имплантированные электроды, к ним ведут эти разъемы, как вы видите, достаточно громоздкая конструкция подключается, соответственно, с помощью этой системы считывается активность его головного мозга, она дешифровывается, как-то интерпретируется, и эти сигналы передаются на вот эти протезы. Это то, что в научпопе называется управлять силой мысли. Да, да, наверное, так. Есть там, понятно, более упрощенные варианты, которые можно делать в том числе неинвазивно, например, управлять мышкой. То есть, очевидно, что там управлять сложной конечностью это сложнее, чем двигать мышку, но суть одна и та же. Мы пытаемся какую-то команду передать на внешнее устройство. Дальше есть отдельно протезирование чувств, это как может быть протезирование зрения, например, для слепых или слуха, для глухих, так и на самом деле протезирование тактильных ощущений с этих же самых протезов. Есть терапия неврологических патологий, как мы говорили, паркинсон, эпилепсия, возможно, скоро добавится депрессия. То есть, паркинсон, это уже плюс-минус такая устоявшаяся история с больным паркинсоном. Кстати, у нас это делают? Да, у нас на самом деле в год довольно много. Где у нас в год, если я правильно помню статистику, где-то полторы тысячи электродов людям имплантируют для разных целей. Поэтому, в принципе, в России эти операции тоже делаются. И есть электроцептика. Я сейчас чуть-чуть поясню, что это такое. Вот пример с протезами я вам показал. Есть другой протез. В принципе, можно попробовать управлять не внешним устройством, а своей собственной конечностью. У конкретно этого пациента у него травма спинного мозга была, то есть, у него нарушен был канал передачи информации головного мозга к конечности. Вместо того, чтобы управлять внешним искусственным протезом, в этой работе в обход спинного мозга подключили электроды к его собственным мышцам. То есть, он в своей мысли управляет своими же мышцами, но в обход спинного мозга. Если поискать видео, то есть, там есть видео, как этот человек что-либо делает, оно, ну, понятно, что это абсолютно не до уровня здорового человека, но для человека, который полностью парализован, во-первых, это в принципе разница, во-вторых, такой подход теоретически может быть, позволит ему восстановить и реальный контроль над его конечностью. То есть, такие прецеденты и феномены есть, что когда... По принципу обратной связи. Да, что у человека запускается обратная связь, он захотел двигаться рукой, она двигается, и это помогает восстановить контроль и настоящий. Вспомнить, как оно бывает, да. Протезирование зрения тоже история абсолютно не новая. В 2013 году в принципе были первые коммерческие, я даже подчеркиваю, коммерческие протезы зрения. Они были... Ну, они устанавливались на сетчатку, но теоретически это зависит от того, куда вы хотите, и что у пациента осталось. Зрительный нерв сетчатка можно устанавливать в зрительную кору головного мозга. И вот, например, в России есть фирма СенсорТех, которая занимается разработкой протеза зрения, который будет устанавливаться в кору, в зрительную кору. Есть, соответственно, истории, ну, у нас есть не только головной мозг, у нас есть и периферическая нервная система, куда тоже можно как-то вклиниваться. Это чуточку безопаснее, чем вклиниваться в головной мозг, ну, как минимум, потому что, ну, если у нас отмирает периферический нерв, это чуточку менее грустно, чем когда у вас отмирает головной мозг. Здесь на картинке просто приведен пример того, как это может выглядеть. То есть у нас вот есть периферический нерв, вот он тянется там и иннервирует нашу конечность. И по-разному можно с ним взаимодействовать. То есть это могут быть какие-то электродики, которые его обхватывают, то есть как бы защелкиваются, как на проводе. Это могут быть электроды, которые прям вставляются внутрь, также повреждая его структуру. Плюс-минус идея на самом деле ровно та же самая. Это также нервная ткань, также со своей электрической активностью, также она не очень любит, когда в нее что-то вклинивается, но тем не менее это можно делать, если у вас есть какие-то цели. И вот когда мы говорили о протезах, например, можно протез отчувствлять. То есть для управления своей конечностью нам на самом деле очень важно обратная связь от конечностей, что мы чувствуем для того, чтобы ей нормально функционировали. С протезом, даже если вы можете им управлять, проблема того, как вы чувствуете, она все равно стоит. Что вы можете сделать? Вы можете на кончике протеза поместить какие-то датчики давления, температуры, текстуры, информацию с этих датчиков подавать, например, на остатки нерва, который должен был бы вашу руку и так иннервировать. И, соответственно, вы какие-то похожие ощущения примерно в той же области, где были бы они реально, будете ощущать. И вот в России есть фирма Моторика, которая производит протезы. Они то ли год назад, то ли уже два года назад в довольно невосточно-федеральном университете делали опыты на добровольцах, где они показывали, что человек с помощью протеза мог отличать мягкое от твердого, большое от Шершавого от гладкого? Шершавого гладкого не было, было мягкое, твердое, большое, маленькое, но в перспективе это вопрос, понятно, развития вот этой технологии. Шершавая гладкая это уже следующий уровень, это тонко, да? Наверное, зависит от того, какие датчики сделать. Все-таки нам важнее, там, большое или маленькое. А дальше это вопрос целеполагания. Плюс, насколько я видел в этих и похожих работах, это еще довольно важно в сфере фантомных болей. То есть, когда человек получает какое-то ощущение вот этой конечности, это помогает в том числе избавиться от фантомных болей, вот фантомной отсутствующей конечности. Плюс, есть отдельное сейчас направление, оно только развивается, которое называется электроцептика. То есть, по аналогии с фармацевтикой, то есть, у нас есть воздействие каких-то химических субстанций на организм, вот есть воздействие электричества. Логика тут какая? У вас может быть 2 ситуации, когда вам нужна или может быть полезная электроцептика. Первое, это фармакорезистентное состояние, то есть, какое-то заболевание, которое, ну, не лечится никакими лекарствами. Можно попробовать это воздействие, там, лечить какими-то электрическими импульсами. А второе, это если у вас есть хроническое какое-то состояние, которое требует постоянного приема лекарств. И может случиться так, что вам для здоровья и безопасности выгоднее сделать операцию, установить себе электрод, который будет стимулировать конкретный вегетативный нерв, который вызывает конкретный эффект, чем всю жизнь есть таблетки. Потому что, когда вы едите таблетку, она воздействует на весь организм через кровоток, а не только на целевой орган. И может быть, там, например, гипертонику, которым надо постоянно пить таблетки от гипертонии, было бы выгоднее, ну как, для здоровья болезней иметь электрод, который стимулирует один конкретный нерв, который ему будет понижать давление и не воздействовать вот этим лекарством на весь остальной организм. Сейчас вот такие работы идут. Я видел статьи, когда пытаются это использовать для лечения эпилепсии, для лечения депрессии, внезапно для диабета и ожирения, болезни крона. То есть, в принципе, некоторый список состояний, которые пытаются таким образом лечить, он есть. Я думаю, он будет расширяться, потому что есть мнение, что фармацевтическая отрасль, она плюс-минус насытилась тем, что она может делать, и ей нужны новые модальности и подходы для работы. Мы закончили какой-то обзор нейроинтерфейсов. У нас есть у этой отрасли в целом определенные проблемы. На мой взгляд, ключевая проблема всей области, она крутится вокруг биосовместимости, это понятие, оно складывается из двух. Это, собственно, из безопасности устройства для пациента и из его надежности. Я просто подумала, таблетки, может быть, не очень хорошо, но железяка... Вот, на самом деле, вот этот вопрос, он ключевой для всей отрасли, потому что сейчас нейроинтерфейс у всех на слуху, спасибо Илону Маску, но реально первый протез конечностей и они были там в 13-м или 12-м году. Первый имплант в мозг был вообще в 99-м году. То есть, как вы видели, первые протезы зрения коммерческие были в 13-м году. Это отрасли довольно много времени. И, на мой взгляд, ключевое, что ее тормозит от вот такого перехода в активное применение, это именно вопросы безопасности и надежности. И была статья, соответственно, в которой показывали, что импланты, которые разрешены к применению на людях, то есть, когда вы видите, особенно вот, работы чуточку постарше, там, пары лет, там почти всегда использовался U-Ti-Ray, потому что это фактически единственная вещь, разрешенная к применению на людях. И вот на обезьянах смотрели ретроспективно надежность этих изделий и было показано на 78 имплантах у, там, где-то 30 обезьян, что медианное время работы было 150 дней. Медианное значит, что были те, которые быстро сломались, и были те, которые 5 лет работали, но вот 150 дней было медианным временем. Как мы понимаем, если мы говорим о чем-то, что управляет вашей конечностью или обеспечивает вам зрение, 150 дней, ну, это смешно. И вот эта проблема, она долго держала всю эту отрасль. Есть надежда и оптимизм, что потихонечку эту проблему обходят. В частности, почему у нас появилась куча миллионеров, в том числе и миллиардеров, у нас там и Маск, и Безос, и Гейтс, у нас кто только за последние 5 лет не вложился в нейроинтерфейсы. Вот, возможно, они делают, потому что они чувствуют, что наконец-то эту проблему решили. Но на примере Илона Маска. У Илона Маска огромный ресурс, как там у богатейшего, там, плюс-минус первого-второго человека планеты. Там в его нейролинке, насколько я помню, там больше 500 миллионов долларов инвестиций. У него там лучшие инженеры. И несмотря на все это, они полтора года не могли убедить американского регулятора в том, что испытывать их изделия на людях безопасно. И вот здесь у меня подборка заголовков новостей, которые, то есть там была куча скандалов, если кто-то следит за областью, то есть там где-то года полтора было нон-стопом скандалы о том, как обезьяны умирали у Маска, как они страдали, как то было, плохо, все плохо. И раньше я заканчиваю этот слайд на том, что вот, целых полтора года даже у Маска ушло на то, чтобы что-то сделать с безопасностью. Но 8 мая 24-го года выяснилось, что первый пациент-человек Маска, которому имплантировали электроды, у него начались проблемы, и часть из них пришлось извлекать. Это большая проблема. Я дальше не буду останавливаться здесь, потому что меня понесет, потому что я на самом деле считаю, что... Ну если недолго, то неплохо. Ну, смотрите. Я как бы считаю, что я вот как раз в этом разбираюсь, потому что я биолог, исходно из условно-регенеративной медицины, и на самом деле вот то, что мы разрабатываем в моей лаборатории, оно во многом делается с акцентом на биосовместимость и безопасность. Но это тема для отдельной лекции. Поэтому я считаю, что вот где-то здесь мы, наверное, подходим к концу такого введения и потихонечку перейдем к тому, что мне хотелось бы обсудить с точки зрения условно-этики и гуманитарных вопросов. Ну, во-первых, мне кажется, что этические, там, гуманитарные вопросы в области нейроинтерфейсов, они все-таки на 99% будут крутиться вокруг немедицинских применений. Потому что лично мне кажется, что обсуждать там этичность применения нейроинтерфейсов для лечения людей, парализованного человека, бессмысленно. Ну, если у нас есть человек с сильной крупной медицинской проблемой, и мы ее можем лечить, мы ее, конечно, будем лечить. И, ну, где здесь... Ну, здесь нет большого места этическим вопросом. Соответственно, я постарался собрать какой-то вот набор футуристических немедицинских применений инвазивных технологий. Я здесь, наверное, подчеркиваю слово инвазивной, потому что я не очень верю, что вот такие фундаментальные, такие фантастические применения получится сделать неинвазивными технологиями. То есть это требует очень, как я говорил, в начале тонкого там считывания или стимуляции отдельных нейронов, ну, вот, весь футуризм. И я не думаю, что это получится сделать неинвазивно. Поэтому это, скорее всего, будет инвазивно, если будет. Соответственно, я вот постарался их разделить, на мой взгляд. То есть вот с этого момента нашего разговора здесь уже идет такое, как это... Мое личное мнение, личное воззрение о том, как это будет происходить. На первая история, это то, что мне кажется, реализуемо и, возможно, в ближайшие сроки. Это не значит, что это сделают в ближайшие сроки. Это значит, что это возможно сделать. Сделают или нет, это там зависит от большого количества вещей. Вот мне очевидно, что из дни медицинских историй, ну, очевидно, можно сделать управление объектами. То есть какая разница? Мы, если мы можем управлять мышкой или искусственным протезом, мы можем управлять чем угодно. Дополнительной рукой, я не знаю, хвостом, машиной. Ну, суть здесь не меняется. Если мы считали команды и смогли их передать на внешнее устройство, значит, это можно сделать и для здорового человека. Ну, это то, что называется умный дом. Да, да. Человек, который дверь так открывал. Их в России довольно много. Там все вживел. Да, нет, в России я таких людей знаю, кто себе в руку вживлял чипы. То есть, если мы... Сейчас мы отвлекаемся от разговоров про безопасность и надежность. Мы говорим о том, что потенциально возможно. Потенциально никаких проблем. Ну, если можно управлять протезом, можно управлять чем угодно еще. Холодильником. Это отдельный имплант для управления холодильником, которым будет запирать холодильник, если ты не голоден и не надо ехать. Вот, вот. Дальше есть какая-то простая стимуляция психики. То есть, я думаю, что технически можно сделать устройство, которое будет тебя там взбодривать или успокаивать по запросу. Ну, то есть, ты там натыкал, вместо того, чтобы кофе выпить, нажал кнопочку и тебя там взбодрило через нейроимплант. Вот это, я думаю, попозже это будет отдельный пункт. Ну, это хорошо. Мы как раз до этого дойдем в самом конце еще. То есть, вот какое-то такое простое управление там состоянием психики, я думаю, что довольно просто реализуемо. Опять же, опустим вопрос, будет ли и безопасно ли, но сделать это, скорее всего, можно. Третье, это какая-то, опять же, модуляция работы органов про электроцептику. Ну, то есть, я не знаю, там, какой-нибудь спортсмен может быть себе там тонус мышц повысить, еще что-то такое. То есть, все, что можно сделать с больным, можно сделать и со здоровым. Было бы желание. Ну, и, наконец, опять же, передача ощущений. То есть, если мы можем передать какое-то восприятие информации или тактильное ощущение с протезом, мы можем и здоровому человеку какую-то там тактильную информацию, не знаю, из виртуальной реальности передать. Было бы желание. Это какой-то блок того, что, ну, почти наверняка можно сделать, просто потому что оно фактически уже сделано для больных, поэтому, очевидно, это можно сделать и для здоровых, если это разрешить делать. Второй блок того, что, мне кажется, скорее всего, реализуемо, но не так быстро и не так скоро. И, может быть, на самом деле не все из этого реализуемо в принципе. Соответственно, дополнительно органы чувств. Если мы можем слепому вернуть зрение, то мы, очевидно, можем подключить к этому импланту не обычную камеру, а инфракрасную, например. Ну, и человек будет видеть в инфракрасном диапазоне. Почему бы и нет? Мы можем, если мы можем вернуть тактильные чувства человеку, мы теоретически можем подключить к этому детекторы магнитного поля, еще чего-то. То есть какие-то дополнительные органы чувств подключить, почему нет? Это, скорее всего, можно сделать. Опять же, был бы запрос и был бы смысл, а сделать-то, наверное, можно. Про крыс такие работы были, когда крыс учили видеть и в инфракрасном спектре и чувствовать магнитное поле, а с помощью нейроинтерфейсов они научались это воспринимать и с помощью этого как-то по клетке лучше ориентироваться. Дополненная реальность. Опять же, очевидно, если мы научимся хорошо человеку возвращать зрение, наверное, можно попробовать наслоить на зрение здоровому человеку что-то новое. Как обсуждают дополненную реальность с очками VR-а, ну, наверное, в теории можно было бы попробовать что-то сделать через нейроимплант. Здесь сложностей гораздо больше, чем кажется, потому что одно дело, когда человек слепой, то есть его мозг вынужден учиться пользоваться имплантом для того, чтобы по-новому видеть. У него выбора нет ни у мозга, ни у человека, и даже если это плохо, и даже если мы это имплантировали не в тот отдел мозга, все равно он научится. Когда у нас здоровый человек, сделать так, чтобы вот нашу там кривое, косое внедрение в его восприятие совпало с настоящим природным и хорошим, и чтобы оно нормально все работало, это, ну, чуточку сложнее. Но представить себе мир, когда такое может произойти, в принципе, можно. Непонятно зачем, потому что есть очки, наушники и все такое, но можно. Разве что на сессиях подсказывать студентам без наушников для этого делать операцию на мозге? Я думаю, что сюда же вот как раз идет то, о чем вы сказали, про чуточку более сложную модуляцию психики, успокоиться, точнее, никак не успокоиться, а сконцентрироваться, быть более дисциплинированным, быть добрее. Добрее, да. Я думаю, что вот это тоже, скорее всего, возможно, это не так просто, как просто там взбодриться, но я думаю, что там в среднесрочной перспективе, ну, условно, там в 20-30 лет, наверное, это можно было бы сделать, будут или нет, другой вопрос. Ну, субстраты-то известны более или менее. Более или менее мы знаем, куда можно попытаться подкнуть что-то и попытаться это там простимулировать или, наоборот, ингибировать. И, может быть, это будет работать. Для меня, наверное, для нашего следующего разговора будет ключевым вот этот пункт D. Сможем ли мы в обозримой перспективе добавить или улучшить когнитивные способности? То есть улучшить память, научить, чтобы человек там лучше считал или там больше памяти мог оперировать, ну, одновременно держать в голове? Получится ли значимо улучшить когнитивные способности человека? Это довольно, на мой взгляд, ключевой вопрос в этике. Ну, вот мы сейчас к этому перейдем. Ну, и, наконец, третьим блоком идет то, что вообще неизвестно, получится ли когда-то сделать. Возможно ли это в принципе? То есть это фантасты об этом пишут, но, может, возможно ли это, это не вопрос. Это чтение мыслей, потому что мы не знаем, как работает сознание, поэтому возможно ли прочесть, как работает сознание, перевести это в какой-то текст и понять, что человек думает, это, в принципе, вопрос хороший. Ну, вот это очень большой этический вопрос. Да, но... Потому что я, например, не хочу, чтобы мои мысли читали. Но для меня... Мне кажется, тут важно еще вопрос, возможно ли это. То есть все боятся этого, а, на мой взгляд, это чуточку менее важно, потому что не факт, что это вообще-вообще возможно. То же самое касается, на самом деле, загрузки информации в мозг, потому что, если мы говорим не о каком-то потоке, сенсорной информации, потому что наш мозг, в принципе, создан для того, чтобы воспринимать сенсорную информацию, вот там, зрение, как бы, слепому, ну, у него, у его мозга нет выбора, он научится, там, воспринимать поток информации, как зрение. А вот можно ли выучить язык, я не знаю, загрузить Википедию в голову, что-то такое с помощью нейроимпланта, вообще технически, возможно ли, это хороший вопрос. Потому что это какой-то блок абстрактной информации, который как-то хранится в компьютере, а в нашем мозге он как-то кодируется, как-то там куда-то в памяти засунут, как конкретно мы до сих пор не знаем, и можно ли это совместить и вот загрузить именно блоком информации, это вопрос. То есть то, что можно человеку транслировать, там, буквы, книгу, я не знаю, звук, как зачитывают, я думаю, это возможно, ну, то есть чтобы человек, там, бегущая строка была книжкой перед глазами, перед... А загрузить всю книжку разом, может, возможно это или нет, я не знаю, и я думаю, никто сейчас четко не скажет. Ну, и, конечно, святая святых любого трансгуманизма, это вообще вопрос переноса сознания в другое тело, копирования сознания и так далее. Опять же, вам сейчас никто не скажет, даже вот в принципе... Когда встают вопрос пересадки головы, всегда ставят и попутный этот вопрос. Ну, пересадки головы... Что происходит с этой головой на новом теле? Ну, пересадки головы, хотя бы теоретически можно себе представить ситуацию, когда мы голову пересадили на новое тело, она функционирует, ну, то есть... Как это? Здесь нету фундаментального вопроса о том, может ли это работать. Ну, может. Ну, считается, что сознание в голове. Да, вот, ну, поскольку мы сознание это не трогаем, мы... Да. А вот возможно ли вмешаться именно сознание, перенести из головы? В принципе, это вопрос. Вот. Для этого надо понять конкретно, что такое сознание, так досконально. Кстати, я в этом не уверен. Я не уверен, что это обязательно четко понимать для того, чтобы это сделать. Но это такой тоже дискуссионный вопрос. Очень. Очень. Вот. Вот мы обозначили какие-то вопросы, то есть, на мой взгляд, вот, этика, она крутится вокруг этих вопросов. Медицинские вопросы там, ну, медицина и есть медицина. Вот. И дальше, на мой взгляд, довольно дискуссионное, сильное утверждение, это мое личное мнение. Вот. Я искренне уверен, что обсуждать какие-либо гуманитарные этические вопросы в отрыве от экономических реалий реального мира бессмысленно. Еще года три назад я бы здесь приводил в пример ядерную физику и там создание ядерной бомбы со словами, что, ну, ядерную бомбу сначала сделали, а потом обсуждали, насколько это этично. И пока ее не сделали, никто не успокаивался, потому что там вопросы этики были далеко-далеко вторичны. Но сейчас есть более близкий и на самом деле близкий к сфере нейроинтерфейсов пример искусственный интеллект. Вот мы на глазах наблюдаем, вот, бум развития всей этой отрасли. И можно было видеть и слышать там год назад, полтора года назад активную дискуссию о том, что будет с искусственным интеллектом, не поработит ли он человечество, какие он риски несет. И я помню, вот, когда вот только там какой-то то ли второй, то ли третий ГПТ выходил, там было, давайте остановимся, подумаем, соберем конференцию, выработаем там, и где это, и что это, что кто-то остановился, что, ну, никого не волнуют эти вопросы. Я тут, знаете, вспоминаю еще, ну, на заре моей деятельности вообще взрослой генной инженерии зародился и стала развиваться. И так все перепугались, так перепугались, нобелевский лауреат Полберг собрал в Асиламаре в Калифорнии конференцию. Это знаменитая, 75-й год, Асиламарская конференция. И они там заседали-заседали недели две, нобелевские лауреаты и ведущие генетики, и декларацию выпустили, что как надо работать с генетически инженерными вообще конструкциями организма. Не сливать в канализацию ни то, ни сё. Ну, с тех пор ничего не случилось. Я бы даже сказал, стало хуже. Потому что тогда, всё-таки, ну, давайте говорить честно, тогда, по сути, технологический гегемон был один. Это такой, что у нас сейчас называется в основном коллективный запад, а по сути США. Поэтому теоретически... Наши учёные были на этой конференции. Ну, мы понимаем, что всё-таки именно такое ядро клонирования, редактирования генетических технологий. Тогда на бактериях. Вот тогда, теоретически, вот одна, как бы, один держатель всей технологии мог сказать, так, погодите, подождите, сейчас будет так. Вот с искусственным интеллектом ключевая проблема, как не проблема, а просто реальность, такова, что уже нету одного технологического гегемона, и Америка умеет в искусственный интеллект, и Россия умеет, и Китай умеет, и Европа, в принципе, умеет, и арабы что-то умеют. И теперь, даже если бы кто-то один, условно, Америка, захотела бы остановиться и подумать об этических вопросах, они этого не сделают, потому что они понимают, что ни Китай, ни Россия не остановятся. Это значит, что они упустят технологию, а это значит, что они в конечном счёте проиграют экзистенциальную гонку. То есть в случае ядерного оружия она была прямо экзистенциальной, но в случае искусственного интеллекта она, возможно, тоже экзистенциальная, потому что если искусственный интеллект в банках и финансовых центрах Китая будет на порядок круче американского, то через 20 лет в американской экономике ничего не останется. Поэтому из-за того, что в текущем мире ни один технологический гегемон, сейчас это даже технически невозможно остановить развитие какой-то критической технологии. Просто из страха того, что ты остановишься, а все остальные не остановятся. И я это к чему говорю? Не к тому, что этические гуманитарные вопросы не важны в принципе, они очень важны. Я это говорю потому, что, на мой взгляд, для того, чтобы эти этические гуманитарные вопросы действительно могли предотвратить какие-то проблемы, катастрофы, ну что-то серьезное плохое, они должны исходить из реалий. Реалий искусственного интеллекта, никто не прекратит его разрабатывать. Вот мы исходим из этой реалии и пытаемся какие-то безопасные стопоры и подушки безопасности внедрить в эту технологию, понимая, что она будет разрабатываться. И собирать конференцию, где мы скажем о том, что не надо разрабатывать искусственный интеллект. Они правила вырабатывают. Да, это бессмысленно. Вырабатывать правила осмысленно. Третье выработки правил. Вот. И мой взгляд на морально-этические гуманитарные вопросы в области нейроинтерфейсов, он ровно такой же, что... Но это для начала нам надо ответить вопрос, будет ли на самом деле нейроинтерфейсы какой-то критической технологии. Потому что это две разных ситуации. Если нейроинтерфейсы не будут критической технологии, то мы, по сути, скатываемся на самом деле в ситуацию медицины, когда это будет какой-то вспомогательный инструмент в медицине. И, во-первых, что там обсуждать с точки зрения этики, мы будем лечить людей. Во-вторых, у нас есть на самом деле рычаги на это. Когда это не что-то суперважное для больших государств и корпораций, там можно что-то там пообсуждать этику, что-то запретить, что-то разрешить. А главное, что если это сугубо медицинская история, на человечество это сильно влиять не будет. Ну, где здесь гуманитарный вопрос о том, что происходит с десятком тысяч людей? Это не поставит человечество на грань гибели. Другой вопрос. Если нейроинтерфейсы станут критической технологией, тогда мы попадаем в ситуацию, когда половина этических вопросов у нас сметет размышления о выгоде и выживании. Но при этом, если это будет массовая какая-то история, вот это уже может сильно повлиять на человечество, и тут есть что обсуждать. Соответственно, за и против. Я, очевидно, как человек, который разрабатывает нейроинтерфейсы, уверен, что за, но справедливости надо обсудить обе возможности. Первое, за это то, что очень любит говорить Илон Маск, и я, на самом деле, с ним согласен. Это история о том, что искусственный интеллект это определенный экзистенциальный вызов для человечества. Машины станут умнее нас, и мы будем не нужны, они нас заменят, и вот так далее, или что будут делать люди. Вот нейроинтерфейсы предлагаются как один из возможных ответов на этот экзистенциальный вызов. Что если у нас не будет четкой границы между естественным и искусственным интеллектом, то и сам вызов, он тоже размывается, потому что человек сможет иметь у себя третье полушарие мозга с искусственным интеллектом и условно на равных общаться с машиной, которая чисто искусственный интеллект, и вот эта граница размоется, и у нас не будет такой страшной проблемы, что человечество интеллектуально проиграло машинам, потому что мы этот интеллект машин себе тоже присвоили. Второе, это уже упомянутые здесь какие-то экономические соображения То есть если нейроинтерфейсы позволят значимо улучшить когнитивные способности людей отдельных Понятно, в первую очередь, это вопрос про каких-то руководителей, вождей, лидеров, принимающих решения, аналитиков От кого что-то зависит Да, то очевидно, что страна, в которой, условно говоря, все правительство, все экономисты, все банкиры в 10 раз умнее, чем во всех остальных странах Очень быстро экономически сожрет весь остальной мир Это тоже, как бы, экзистенциальный вызов для стран Наконец, бывают разные непредсказуемые применения Лет 40 назад предсказать роль компьютеров, интернета и смартфонов в современной экономической реальности было невозможно А она огромная Можно было предсказать, что она будет, но где конкретно... Ну, чтобы из нее жизни не будет Аналогичная очень может произойти с нейроинтерфейсами То есть мы сейчас можем быть не в состоянии придумать, где нам будет критически важно, чтобы вот у людей были устройства Это, ну, только жизнь может показать Но есть и против Очевидно, они незначительные, это не так Но, тем не менее, против есть Во-первых, как я говорил, вот эти истории про улучшение когнитивных свойств в общеслиянии с искусственным интеллектом Никто не говорит, что это возможно в принципе, на фундаментальном уровне А если это невозможно, то вот первые два пункта, они просто отпадают Потому что какое слияние с искусственным интеллектом, какое улучшение мышления, если это невозможно Это вопрос один Вопрос два, что на самом деле у нас, у человечества есть уже технологии, которые значимо, ну, как незначимо усиливают когнитивные свойства людей Половина из этих веществ запрещена, но, тем не менее, их применяют Но мы не можем сказать, что там производство амфетамина стало критической технологией Хотя, есть, конечно, статьи, что там на Уолл-стрит люди много сидят на разных веществах Есть статьи там в Science of Nature, о том, какой процент авторов статьи в Nature пользуются разными веществами То есть, да, у человечества есть способы усилить как-то когнитивные функции людей Но при этом этот эффект не так значительно по бочке настолько велики, что это сильные роли не сыграло Ну, это, конечно, такой палка о двух концах Да Ну, и раз читаешь в соцсетях пост какой-то и думаешь, господи, что человек принял недавно И то же самое может быть с нейроинтерфейсом То есть, допустим, у нас может быть какое-то изделие, которое увеличивает, я не знаю, условно делает тебя умнее Опустим, что такое сделать умнее Там в полтора раза, но при этом у тебя там вот такой ворох по бочке И это полтора раза, оно не настолько сыграет для того, чтобы это прям было критично Наконец, есть вопрос, в принципе, масштаба эффекта от технологии Допустим, у нас будет нейроинтерфейс, который делает человека в 10 раз умнее Там нет побочек, все великолепно Но стоит он, я не знаю, миллиард рублей, миллиард долларов за штуку Очевидно, что у нас в мире будет там 20 человек, у которого это стоит И ни на что принципиально это не повлияет Ну, будет несколько там президентов и главкорпораций там чуточку умнее Ну, на что это повлияет? Ну, эта корпорация там станет монополистом У нас и так есть корпорации монополисты Но эта сторона, может быть, станет каким-то чуточку более гегемоном У нас и так это ни на что сильно не повлияет Поэтому за или против, произойдет это или нет На самом деле только время рассудят, мы сейчас не знаем Но я все-таки предлагаю принять для дальнейшего разговора гипотезу, что нейроинтерфейсы будут критической технологией Такой же, как там ядерное оружие и, скорее всего, как искусственный интеллект Про искусственный интеллект мы еще точно не уверены, но шансы на это велики Ну, просто, как я говорил, если они не будут критической технологией, обсуждать этику, на мой взгляд, просто неинтересно И теперь мы подходим к тому, что у нас нейроинтерфейсы будут критической технологией Они позволят значимо улучшать мышление людей Делать человека в 10 раз умнее, чтобы он, я не знаю, помнил весь фондовый рынок Помнил наизусть все научные статьи, знал там все диагнозы Ну, вот это у нас произошло Соответственно, вот этот вот список футуристических, немедицинских применений, он реализуем И тогда, на мой взгляд, у нас есть таких два крупных направления гуманитарных рассуждений про происходящее Конструктивные и неконструктивные Соответственно, неконструктивные, я бы предпочел начать с них, потому что, на мой взгляд, они бессмысленны, как и все неконструктивное И я бы хотел привести пример того, что я считаю неконструктивными рассуждениями Их можно придумать много других Почему неконструктивные? Потому что они или, ну, так или иначе, неконструктивные, с моей точки зрения, значит, что они ни на что не повлияют Они могут быть, на самом деле, верны Но если мы там в ходе какого-то рассуждения приходим к фразе «надо запретить развитие нейроинтерфейсов», а мы знаем, что его не запретят Ну, смысл это обсуждать Да, теряется все Вот какие, я считаю, примеры Тут список можно длинный придумывать Неконструктивных рассуждений в области нейроинтерфейсов Первое, это, я даже в Nature читал, в статье в Nature, которая обсуждала там нейротехнологии Вот такой абзац посвященный тому, что это приведет к неравенству Вот богатые будут себе вставлять нейроинтерфейс, они будут умнеть, бедные умнеть не будут Это будет ввести к расслоению общества Ну, во-первых, да Во-первых, да, это будет А возьмем образование Это самый каноничный пример Образование, это всю жизнь была игрушка элитных и богатых Появилась только Сам весь концепт образования Ну, вся история образования Это, на самом деле, вещь, которая ввела к расслоению То есть, у Моносовых с тремя алтынами в кармане Единицы вообще в истории, да? Да Соответственно, всю историю человечества Образование, книги, все это Это было способом богатых быть умными А бедные от этого умными не становились Более того, мы живем в веке, когда это менее выражено То есть, сейчас все-таки есть государство Какая-то социальная политика, которая это сглаживает Но так или иначе, все технологии всегда работали Ну, развивались по одному принципу У нас или государство вкладывалось В основном военка Или богатые вкладывались Потом на эти деньги эта технология развивалась Дешевела и становилась доступной всем То это было с медициной Это было с образованием Это было с телефонами Даже я еще застал времена, когда мобильный телефон Это был атрибутом богатых мажорных бизнесменов Сейчас они есть у всех И говорить о том, что из-за того, что сначала Что-то будет доступно только богатым Давайте мы не будем этим заниматься На мой взгляд, это реально бессмысленное рассуждение Второе, что можно придумать Это классическое А вдруг что? А вдруг что выйдет? А вдруг что-то пойдет не так? Ну, во-первых, да, пойдет Очевидно пойдет Очевидно будут какие-то проблемы Эти проблемы будут находиться и решаться Здесь классический пример Вся медицина Медицина знает огромное количество катастроф, проблем Там тот же талидовид Вот этого всего в истории медицины было огромное количество Хороший, я просто так напомню Хороший препарат, который из-за плохой очистки вызывал У беременных, в частности У родства плода Беременные принимали для хорошего сна А потом у них рождались дети с ужасными дефектами И его запретили А препарат хороший И это касалось любых технологий То же самое было с авиастроением С чем угодно Ну да, всегда возникают проблемы Их не все можно предсказать Но если это делают нормально и разумно С какой-то рефлексией И с каким-то контролем над происходящим То это можно лечить Третье, это условные разговоры про военку Потому что сейчас нейроинтерфейсы будут применяться для военных целей Во-первых, да, будут А что не применяется? Во-вторых, на самом деле надо постараться найти технологию Которая не была разработана на военные деньги Потому что вообще крупные технологические прорывы Они обычно требуют огромного количества денег На очень большом горизонте вложения Безлимитное количество денег С возможностью инвестировать их на 20 лет вперед Обычно есть только у государств И начиная от каменного строительства Выплавки железа Консервирования продуктов Большая часть медицины Заканчивая компьютерами и интернетами Это все на самом деле военные продукты изначально Да, очень может быть, что с нейроинтерфейсами произойдет та же самая история Но от того, что у нас, условно говоря, военные сначала разработают протез Чтобы вернуть в строй солдата Это не отменяет того факта, что через 5 лет Мы этот протез установим дедушке в деревне Просто чтобы у него была рука Ну, как бы, да, мир так устроен К сожалению В тот момент, когда корпорации человечества научатся вкладываться в технологии Не потому, что оно боится чего-то А просто для облегчения жизни Мы будем жить немножко в другом мире Вот Ну, это такой пример вопросов, которые, мне кажется Обсуждать можно там вот за рюмкой чая на кухне Но вот в широком поле, ну, какой смысл? Теперь переходим к тому, что мы не лично Кажется конструктивными вопросами Я их разделил условно на три блока Первое, это то, что я считаю прагматичными правовыми вопросами Это вопрос стандартов, правил, инструкций Они очень скучные вопросы Они очень нудные И, на самом деле, в основном неинтересные Но их придется решать для того, чтобы эта область работала Во-первых, есть, в принципе, вопрос стандартов И всяких ГОСТов Какими материалами делать Как тестировать Какие там должны быть блоки А каких блоков не должно быть Ну, то, что называлось ГОСТом Ну, эти, как бы, ГОСТы и СОШки Они будут формироваться, да, будут Есть вопросы чуточку более такие абстрактные Например, кто может устанавливать нейроимплант Для немедицинских целей Это могут ли это делать частные фирмы? Может ли быть, вот как стоматологический небольшой кабинет Вот кабинет с нейроимплантом Где тебе сделают маленькую операцию на мозге И вставят какой-то имплант Или нельзя это делать Или это могут делать только госклиники Или только по аккредитации Какие там должны быть страховки Например, у тебя там поломалось что-то Кто это должен? Ты за свои деньги должен это восстанавливать А если у тебя нет денег, ты умираешь от отека мозга А если не за свои, то за чей счет? А, как бы, страховка, врачи Кто там виноват в том, что у тебя сломалось? Страховая медицина здесь точно не работает Потому что это не про медицину мы сейчас говорим Здесь много разных таких довольно скучных, но важных нюансов Для того, чтобы эта отрасль могла функционировать Дальше есть вопрос, который сейчас с беспилотными автомобилями возник А кто несет ответственность? Допустим, человек ударил своим протезом руки кого-то и убил Ну или хотя бы там покалечил Вот там вот У нас есть консенсус, что если я это сделал своей рукой Это я виноват А вот если я хотел человека ударить, вот своей бы рукой я не ударил Потому что я могу сдержаться А вот имплант считал мое желание И протез ударил Кто виноват? Производитель, программист, я Ну, кто? На ком ответственность? А если человек вел машину И у него там имплант дернулся И он сбил человека Опять, кто виноват? Это, ну вот сейчас вот с беспилотными автомобилями Мы потихонечку проходим вот эту историю И я уверен, что с искусственным интеллектом Там сейчас тоже начнутся вот такие всякие истории И с нейроимплантами эта проблема тоже встанет До имплантов уже обсуждается Ну, помните, были эксперименты Что мозг принимает решение за несколько секунд до действия И вот, значит, судебные якобы практики Но я не думаю, что это серьезно обсуждалось Но есть лекторы, которые любят о этом говорить Что это не я, это мой мозг Ну, как мы понимаем, сейчас это на уровне анекдотов А вот когда это будет там нейроимпланты И какие-то внешние устройства Это уже станет, ну, прям конкретным кейсом Это тоже придется обсуждать Дальше есть очевидный вопрос безопасности данных Тут, ну, в принципе, понятная история Как со смартфонами, с интернетом, там, с фитнес-браслетами Так и здесь, куда утекают или не утекают данные Можно ли хранить данные об активности мозга Ну, где-то в внешних серверах Ну, вот как это все просто зарегулировать И сюда же подключается очень похожий, но гораздо более серьезный вопрос Про какую-то стимуляцию То есть, если мы не только считываем активность мозга А еще можем стимулировать То как вообще должна быть устроена вот эта история со стимуляцией Может ли, например, программное обеспечение Которое обеспечивает работу стимулятора Быть облачным То есть, находиться на других серверах Ну, то есть, через интернет тебе могут воздействовать на мозг Вот это вообще возможно? Или, например, надо законодательно это запретить И сказать, что все вычисления должны быть вот сугубо у тебя вот с собой Или нет Или, например, если у нас, допустим, стимулятор Который может человека взбодрить и не давать ему заснуть Может ли человек не давать себе спать неделю и умереть от этого? Ну, теоретически, там, кофеином человек может закидываться, накупить его Но при этом кофеин по рецепту продается Можно ли человеку дать возможность самому решать, куда стимулирует свой мозг? Или нельзя? А если он умрет, а кто будет виноват? А должен ли быть открытым код того, как работает стимулятор твоего мозга? Или закрытым код? А он точно умрет Ну, скорее всего Сомнологи говорят, что да Скорее всего, да Физиологи Но просто сейчас у нас, например, есть общее понятие Что, допустим, какие-то стимуляторы, даже разрешенные в аптеках, продаются по рецепту Но при этом тебе никто не мешает закупаться кофеином И принимать в ванную с кофе и просто упиваться И, ну, ты умрешь за своих действий И, ну, вроде никто не виноват А в этом случае, виноват кто-то или нет? Вопрос Вопрос Но вот все, что я сейчас описываю, это сложные, местами скучанные и нудные вопросы Которые, на самом деле, это вопрос профессионального сообщества Там, юристов, врачей, разработчиков Которые надо долго просто вырабатывать регламенты Многие из этих регламентов будут написаны кровью Как водится с любой техникой безопасности У этой сферы есть некий лайфхак, что уже известно, там, что-то про кардиостимуляторы Известно что-то про, там, ДБС для, там, Паркинсона То есть у нас, у человечества есть какой-то набор кейсов Про и имплантируемые устройства, и про воздействие на организм Которые можно отталкиваться Откуда можно оттолкнуться, да, и что-то подчеркнуть Но, тем не менее, это все равно будет большая работа профессионального сообщества Вот, это первый, такой самый конструктивный блок гуманитарных вопросов Которые придется решать Второе, а, и давайте несколько просто кейсов конкретных расскажу Что, о том, что проблемы уже возникают Не возникнут, а уже возникают Вот, например, с упомянутым Аргусом Протезами зрения Эта фирма обанкротилась Точнее, ну, ее купили, но не суть И были прям реальные случаи, когда человек Звонит в техподдержку Со словами, вот у меня в сетчатке имплант Я хочу сделать МРТ А мне можно? А ответить некому А он говорит, а куда вы звоните? Фирмы такой, нет, мы ничего не знаем А вот что с этим делать? Ну, это возвращает нас к вопросу регуляторики Кто несет ответственность? Кто должен это поддерживать? Ну, другой был случай Недавний огромный скандал Когда людям имплантировали Устройства, у которых был условно Нерабочий компонент Ну, то есть, это работало примерно Как сейчас с порошком Ну, то есть, есть стиральный порошок Туда добавляют синие гранулы Которые ничего не делают И говорят, что покупайте наш порошок С синими гранулами Это как бы маркетинг Вот похожее произошло с нейроимплантами Но просто там был кусок нейроимпланта Который был нефункциональным куском пластика То есть, заявлялось, что он что-то хорошее делает Но ничего не делал Но когда синие гранулы в порошке Нам все равно, но маркетинг и маркетинг А когда тебе имплантируют лишний, допустим, миллиметр пластика В организм, который ничего не делает Это, извините, уже... Ну, это вообще скандал большой Скандал был огромнейший Это бы прям был... Возможно, до сих пор не утих То есть, это прям... Это такое нарушение любой медицинской Какой угодно этики Какой только можно То есть, уже прям были прецеденты Наконец, был случай с женщиной У которой был имплант Который от эпилепсии Ну, не суть, что он делал Ключевое там было, что она говорила Что этот имплант часть ее, часть ее личности И он помогал ей жить И в итоге его извлекли По различным юридическим, медицинским причинам Фактически против ее воли И она начала сутяжничать Она начала сутяжничать Нам отдельный вопрос, где там сутяжничество А где реальная ее боль Но, тем не менее, человек говорит Вот мой имплант часть моей личности Он сделал меня лучше Он улучшил мою жизнь Это я И к нему приходят, говорят Мы тут по закону У вас кусок мозга должны вырезать Отдавайте сюда И это тоже важный юридический вопрос Как это будет прописано И это сейчас Вот когда у нас нету вот этого футуризма Нету там третьего полушария мозга Нету А что будет потом Когда у нас это реально будет Действительно куском личности человека В которой, я не знаю, хранятся Я не знаю, воспоминания о его детях Еще о чем-то У него там закончился контракт с корпорацией Денег нету И ему говорят, ну, все Отдавай Отдавай И это Даже уже это происходит При том, что мы даже близко не дошли До стадии вот этого Киберпанк Светлого будущего Вот Хорошо Это такие Понятные правовые вопросы Дальше Что называют Цинично-лоббистскими Вопросы Очевидно В любой области Где крутится много денег Будет возникать лоббизм И люди будут пытаться Пользоваться любыми Возможными средствами Рычагами Для отстаивания своих Экономических И политических интересов У нас есть Здесь прекрасный пример Зеленой повестки Как хорошую Правильную идею Заботы о планете О том, что надо там Не загрязнять то-то Использовать такие-то технологии Используют как только угодно И на самом деле Те, кто использует Им вообще Как бы нет дела до того На самом деле Какая технология безопаснее А какая не безопаснее Ты просто лоббируешь о том Что вот В нашей корпорации Технология хорошая У них плохая В нашей стране хорошая У вас плохая То же самое Я уверен Будет происходить С нейротехнологиями У нас Хороший нейроимплант А у вас опасный Ваш запретить Наши разрешить В вашей стране Тоталитарные нейроимпланты Которые прививают Вам неправильные мысли А у нас демократически Правильные импланты Которые учат людей Правильным мыслям Поэтому мы вам Технологии не поставим И вообще Надо ввести контроль И учет того Что происходит Контролировать мы будем Очевидно Потому что мы же хорошие Кстати Вот эту технологию Разрабатывать нельзя А вот эту можно Контролировать будем мы Сами мы конечно Не будем ее разрабатывать Мы мамой клянемся Мы хорошие Мы ее разрабатывать не будем А вам нельзя Ну и вот это все Оно будет происходить Как и в любом Ну как в современном мире Это работает Будет интересно Жизнь будет интересна Ну вот зеленая повестка Она прям прекрасный пример Как можно Очень правильную Очень разумную идею Превратить В Своим Это Тунберг появится И самое В этом всем Грустное и обидное То что люди Которые будут На конференциях Там вот рассказывать Они будут искренне Действительно Там честно Отстаивать какую-то позицию Показывать там Какую-то проблему здесь Проблему тут Проблема в том Что те кто дают деньги Соберут 10 людей Которые рассказывают Об этой проблеме И не пригласят на конференцию 10 людей Которые рассказывают О другой проблеме Но вот конкретно К людям Которые рассказывают Проблемы Претензии Это какие Ну это будут там Честные ученые Честные активисты Которые действительно За что-то болеют А в конечном итоге Это будет там Просто лоббизмом Это возникнет Ну если нейроинтерфейс Будет критическая технология От этого мы никуда Не уйдем И надо быть просто К этому готовым И пытаться отделять Где у нас вопросы Там правовые Которые надо четко Прописать Ввести правила А где у нас попытка Кого-то просто Задушить конкурентов Конфликт интересов И вообще да Собственно то Что обычно Ожидается Это какие-то Философско-гуманитарные Вопросы Я Во-первых Как не философ Гуманитарий Биолог Очевидно Мое мнение Здесь не так уж важно Во-вторых Я искренне уверен Вот это мое Неважное мнение Заключается в том Что настоящие Действительно важные Этические Философские Религиозные вопросы Которые возникнут В этой области Они возникнут Только на реальных кейсах То есть когда у нас Соответственно Что-то будет происходить И они помогут нам Увидеть проблему Но я очень слабо верю В то что мы Сидя там на конференции До того как технология появилась Можем предугадать проблему Ну вот я себе Просто пытаюсь представить Там в 70-м году Конференцию Об гуманитарных Проблемах интернета И переносных телефонах Проблема есть И у интернета Есть гуманитарные проблемы У смартфонов Есть гуманитарные проблемы Но с позиции 70-го года Да, но с позиции Сколько бы Как бы в том ворохе Проблем Которые можно было бы придумать Какой процент был бы Действительно Угаданными Настоящими проблемами Я думаю Он был бы мизерен И ну Обсуждать их до того Как мы вот реально Нащупаем проблему Мне лично Кажется Опять же Неконструктивно Но Все побежали Я побежал Я здесь попытался Набросать Какие-то гуманитарные вопросы Которые Как мне кажется Сидя сейчас В 70-м году И обсуждая Развитие нейроинтерфейсов Могут быть Важны И интересны Для обсуждения Ну Во-первых Поскольку нейроинтерфейс Это что-то Что вторгается Как-то там В наше сознание В наше я А здесь Тут же вылезает Такой комплекс Религиозно-философских вопросов Связанных там С душой С телом С сознанием Личностью Я вот постарался Просто буквально Несколько примеров Привести Во-первых Начнем с того Что человечество До сих пор Не определилось Там есть ли душа Есть ли там Бог Есть ли еще что-то И если мы Находимся Не в Условно там Религиозном Теократическом Государстве Где у нас Строго одна Доктрина Строго одно мнение Мы должны Учитывать мнение Всех окружающих И там Сугубо материалистичных Атеистов Позитивистов И там Этих конфессий Вот этих конфессий Этих философий Тут должен быть диалог И очевидно Взгляды на проблему У всех будут разные Поэтому обсуждение Может быть довольно много Интересно Например С точки зрения Какого-то сугубо Материалистического подхода Можно задать вопросом А есть ли разница В изменении Личности В изменении Там нашей психики От воздействия кофеина Или от стимуляции Ну вообще Есть ли принципиальная разница А есть ли принципиальная Разница От изменения личности Которая На человека Окажет образование А очевидно Если ты там Пять лет Ты учился в университете У тебя личность поменяется Изменение личности Которая на тебя Там окажет Загрузка Какой-то информации Из нейроинтерфейса И то и другое Поменяла твою личность И то и другое Ты там вроде как-то Осознанно сделал Разница есть Разница есть или нет Я не знаю Ответа на этот вопрос Это действительно Интересный вопрос Пообсуждать Другой потенциальный Такой материалистический Вопрос Это Он крутится вокруг Вообще парадокса Корабля Тесея Когда если у нас Есть корабль И мы начинаем По одной заменять Детальки на новые И когда мы заменили Все детальки Это тот же корабль Или нет Другой Вот с нашим мозгом Это так будет работать Вот мы заменили Один кусочек мозга Другой кусочек мозга И мы пришли к тому Что у человека Не осталось биологического Как бы Мозг остался только Кремниевый Это тот же человек Или не тот же человек Это близко к вопросу Переноса сознания Вообще что-то такое Сознание Но даже с точки зрения Практики Ну то есть Вот у человека Допустим Он стареет У него там Просто отмирают Какие-то участки мозга И мы ему просто Имплантируем устройство Которое заменяет Этот функционал И вот Мы пришли к ситуации Когда у него Не осталось живого мозга Он еще человек Он тот же самый человек А если мы сможем Скопировать это И перенести на другой носитель А что будет? Интересный вопрос Это вопросы Но у нас Возможно И идеалистические вопросы То есть Если мы встаем на позицию Что там Ну просто любую Идеалистическую позицию Говорим что есть там Нематериальный мир Есть там Душа например А есть ли разница Каким объектом Управляет душа Ну то есть Вот у нас есть Обезьянье тело С обезьяньями мозгами Которым там управляет Бессмертная душа А если это Бессмертная душа Будет управлять Механическим телом С кремниевыми мозгами А разница будет? Ну я думаю Разные конфессии На это ответят Очень по-разному Будет ли разница С добродетелями Ну например Человек Добрый Альтруистичный Помогает окружающим Не испытывать негативных эмоций Во многих религиях Это там Повод попасть Человеку в рай Ну и вообще добродетель А если он себе поставил Имплант Который его сделал таким Он такой же добродетельный Или нет? Имеет он право На рай? А если он Это не добровольно Сделал Ему в тюрьме Его поставили Этот имплант А теперь имеет? А интересно Интересно Я вроде бы где-то видел цитату Кажется Дайлай-Лама Который на этот вопрос Говорил Что если ему могут поставить имплант Который выключит все негативные эмоции Он за Да-да-да Но это он сказал А что скажет Там следующий Дайлай-Лама Или там Папа Римский А кто знает Но это как бы Такой блок Религиозный Есть чуточку более простые вопросы Но тем не менее Тоже довольно интересные Например В целом вопрос деградации Каких-то способностей Функций из-за внешних костылей Во-первых Мы все физически слабее наших предков Потому что мы так много не занимаемся физическим трудом И мы переложили физические функции на внешнее устройство Ну ладно Мы говорим Что нам и не важно Наше я Оно же не физическое Само наличие письменности И книгопечатания Оно довольно сильно ослабило память И вот Есть такие анекдотические примеры Понятно Что во времена Когда было плохо с письменностью Со свидетельствами плохо Но в принципе Я читал о том Что когда только появлялась письменность Интеллигенция тех времен То есть понятно Там всякие друиды Жрецы Довольно сильно шипели Со словами Что мы-то вот помним Десять тысяч священных песен А вот молодежь пошла Мозги деградировали И возможно они были в этом правы Ну Есть примеры и ближе Я уверен Что если мы возьмем Какого-нибудь профессора Медицины 50 лет назад И профессора медицины Через 50 лет 50 лет назад Профессор медицины Там помнил Огромное количество Ну там Я не знаю Диагнозов Симптомов И так далее Через 50 лет Человек скорее всего Его Я думаю Будет помнить Гораздо больше оглавлений В книг То есть он будет Не 10 книг наизусть помнить А помнить наизусть оглавление 100 книг Может в телефоне Будет знать где искать Да А что лучше А что хуже А получится ли так Что у нас освободившиеся Мощности мозга Делают что-то хорошее Ну например То есть из-за того Что ты не держишь это в голове Зато ты там Лучше думаешь Например Или нет Или да А кто знает А никто не знает Это придется проверять на практике То есть Допустим Человеку нейроимплант Помогает ему быть Я не знаю Дисциплинированным Лучше концентрироваться А будет ли он Деградирует ли это Его умение Без нейроимпланта Во-первых Не факт что да Может быть да Может быть нет Но допустим Деградирует А плохо это или хорошо Но если человек всю жизнь Как бы будет сходить Со своим нейроимплантом Который делает его Очень дисциплинированным Ну какая разница Что он без него Не дисциплинированный Там А мы с вами без очков Хуже видим Ну и что Мы же в очках ходим Ну да Это интересный вопрос И То есть я прям Чувствую вот эту дискуссию О том что Ну молодежь деградировала Без своих нейроимплантов Ничего не может А молодежь будет говорить Зато мы с нейроимплантов Можем больше чем вы Они же у нас есть Ну Интересная Интересная дискуссия будет Есть наконец Вопрос каких-то Экзистенциальных зависимостей То есть есть Понятная история Как с лекарствами То есть если человеку Для жизни нужно Какое-то устройство Или лекарство Мы это уже плюс-минус Прошли с Ну таблетками Есть люди Которые там Надо получать таблетки И там есть какие-то Наработанные решения Там Что государство Субсидирует Или там Что кто-то помогает А что нет Извините Слишком дорого Ну здесь Но тут может же Возникнуть и другая история Например Человек себе ставит Имплант Становится в 10 раз умнее Но без импланта Он умрет Нет в принципе умрет Допустим А потом у него Кончились деньги На обслуживание Вот что мы с ним делаем Говорим ему Ну умирай Ну это как с редкими болезнями Ну он это сделал сам То есть он это осознанно Сделал с собой Ну и дальше Общество ставит вопрос Ну иди умирай Второй вариант Что общество Его должно поддерживать Поддерживать это что Это значит Что мы у обычных людей Без имплантов Заберем налогами деньги И дадим их человеку Который сам себе поставил имплант Для того чтобы он был умным А это нормально Или нет Общество где человек Может себе поставить имплант Предполагается богатым Ну Пусть помогает Ну человек может разориться Ну Это все равно Как бы мы будем приходить К людям которые типа Глупее Отбирать у них деньги Чтобы этот человек Мог быть умнее Пока что это вопросы Без ответа Вы поставили Да Я именно поэтому Их и поставлю Потому что На самом деле Не факт что эти вопросы Появятся Я просто пытаюсь Привести пример вопросов Которые действительно Могут иметь Как бы весомый Вклад на общество Это очень важная По крайней мере Мысленная работа Да И наверное Вот последний вопрос Который я здесь озвучу Я как раз уже Завершаю Это вопрос в принципе Изменения менталитета И культуры То есть с одной стороны Довольно легко себе представить Что люди там С какими-то имплантами Будут довольно сильно Отличаться По менталитету По мышлению По культуре От окружающих людей С другой стороны Миллиардер Из Кремниевой долины От какого-нибудь Фермера В Техасе Отличается Я думаю Сильнее Чем будет Отличаться Два человека С имплантами Не говоря уж О фермера В Африке То есть в принципе Человечество Привыкло Иметь Дело С различной Ксенофобией Различными Человечество Умеет решать Такие проблемы Они наверняка Возникнут Если до этого Дойдут технологии Но я думаю Что Ну как бы Были вопросы Интеллигенции Крестьян Так будут Вопросы Аугментированных Неугментированных Людей Еще шляпу надела Еще нейроимплант Вставил Вот Соответственно В заключении Мне еще раз Хотелось бы Высказать мысль Я не за то Что гуманитарные Вопросы не важны Они важны Никто из нас Не хочет повторения Ни таллидомидовой Катастрофы Не истории С тетраэтилсвинцом Там можно погуглить Эти истории Про топливые Присадки Главное Чтобы эта дискуссия Действительно Влияла На происходящее В технологиях Чтобы она влияла На это Она должна быть Приземленной И довольно Прагматично Конструктивной И тогда Мы сможем Предлагать Какие-то Разумные Правила И стандарты Для того Чтобы Какие-то Риски Закрывать Все их Мы никогда Не закроем Просто я себе Могу представить Ситуацию Когда Мы Как сообщество Мы как человечество Сможем Навязать Закон Или Правила корпорации О том Что Не знаю Нейроимплант Не может быть Подключен к интернету Никак Никогда Чтобы его Нельзя было Хакнуть Или Например Я не знаю Мы боимся Что у людей Будет ехать Крыша Раз в год Человек Обязан Проходить Психологическое Свидетельство Ну то есть Правила Какие-то Можно придумать Как техобслуживание Техобслуживание А вот Остановить В этой области Прогресс Я очень сильно Сомневаюсь Что получится Потому что Если это будет Значимое что-то Потому что Никогда не получалось Никогда не получалось И сейчас не получится И сейчас не получится Вот Все Спасибо большое За внимание Спасибо большое Включение Простенький вопрос Для вас В нашей следующей рубрике Вопрос очень простой Мы говорили Про нейротехнологии И про их будущее Хочу вернуться В настоящее Как бы вы оценили По шкале От единицы До десяти Развитие Нейротехнологий В частности Нейроинтерфейса В нашей стране Где один Это что? Один Это совсем плохо А десять? А десять Это Десять это По сравнению С конкурентами Или по сравнению С идеальным миром А нет Давайте О отлично Давайте с идеальным миром Это мне даже В голову не пришло Ну с идеальным миром Я думаю Сейчас все человечество Находится на стадии В лучшем случае Двоечка Ну потому что От того Где мы сейчас находимся До Я не знаю Переноса сознания Ну хорошо Фиг с ним С переносом сознания Просто до Там Уверенной работы Протезов Или Зрения Или слуха Все равно Еще работать И работать То есть я реально Думаю Что вот Нейротехнологии Как технологии Вот хотя бы Медицинское Массовое внедрение Вот прям Такое массовое Добротное Качественное Мы увидим В лучшем случае Лет через 20 Но это моя оценка Во всем мире То есть в данном случае Про Россию Я тоже как бы Могу прокомментировать Ну во-первых Очевидно Давайте говорить Честно и прямо Любое развитие технологии Это вопрос денег Вы сколько денег В это вложили Столько Столько у вас есть Поэтому На этот вопрос Мы берем Суммируем Сколько в это вложила Там Америка Сколько в это вложил Китай Сколько в это вложили В Россию Ну и узнаем Где мы находимся С моей точки зрения У России В силу Как раз Вот этих особенностей Довольно высокая Эффективность науки И разработок С поправкой на то Сколько ресурсов В этих науках И разработках вложено Но очевидно Ресурсы несопоставимы Ну еще раз Один Илон Маск А он не один У него там 500 миллионов долларов Это Я думаю Превышает Сейчас давайте подумаем 500 миллионов долларов Это сколько Это 50 миллиардов Да Ну да Это больше бюджета Фонда РНФ На одну технологию Не на всю На одну Да Ну Как бы о чем говорить С другой стороны Ну как бы В России довольно эффективная Наука и разработка То есть за вложенные деньги Мы Я бы Я даже готов сказать слово Там раз в 10 Эффективнее Чем ученые В других странах Ну За счет того Как это Ну О частных инвестициях У нас пока речи нет Они есть Но это Опять же Вопрос порядков То есть Я бы сказал Что у России Наверное Есть здесь Довольно сильное преимущество В технологиях В том Не в технологиях А в принципе Какой-то задел В том Что в России Очень сильная Математическая школа Очевидно Что нейроинтерфейсы То есть мы Сейчас обсуждали Во многом Такие медицинские Биологические вещи То есть там Отторжение Вот это Но я думаю Что этот вопрос Так или иначе Будет решен А дальше Все-таки Все равно Все сведется К тому А что мы делаем С этими сигналами А как мы мозг стимулируем А это будет вопрос Математики Причем Скорее всего Новый Я не математик Я чуть-чуть Понимаю в математике Но я не математик Но я подозреваю Что наверное Сейчас Даже нет математики Которая должна Быть заложена Вот в эти вот Супер продвинутые Нейроинтерфейсы Но школа у нас есть Ее еще предстоит придумать А математическая школа В России очень сильная Поэтому это может быть Таким крупным Преимуществом России В этой области Я надеюсь Что получится Спасибо Большое Успехов вам Спасибо большое Спасибо Спасибо Спасибо